Всем привет, друзья, с вами я, Артём. В комментариях мне уже давно предлагают не зациклиться на одном лишь гаррис моде и обратить внимание и на другие игры. Я эту идею полностью поддерживаю. И сегодня мы взглянем на очень необычную песочницу под названием Тирдаун. Поскольку это пилотный тестовый выпуск, то я предлагаю взглянуть на полезные модификации инструмента. А перед началом, как всегда по традиции, оставьте какой-нибудь комментарий, стоящий из четырёх слов. И обязательно смотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось в алгоритме Ютуба. А сегодня я покажу вам 10 полезных модификаций, найденных в мастерской Тирдауна. Скорее хватает что-нибудь вкусненькое, наливайте чайку и мы начинаем. Открывает сегодняшнее видео модификация под названием Performance Mod версии 3.0. Я как человек совершенно незнакомый с этой игрой, был просто невероятно шокирован, когда увидел дикие просадки FPS, которые доходили аж до 20 кадров. Честно говоря, такой жести я не видел еще ни в одной другой игре. И столкнуться с такими жесткими просадками в Майнкрафт подобной песочнице, для меня было даже как-то немного дико. Немного погуглив эту проблему, я таки наткнулся на ее частичное решение. Речь идет о модификации под названием Performance Mod. У этого мода имеется несколько версий. Самая последняя это версия 3.0. Она сейчас находится прямо перед вами. Эта модификация немного повышает производительность, и не позволяет вашему FPS упадать до каких-то уж слишком критических значений. Это очень сильно заметно при разрушении крупных объектов. Затрагивает она не только разрушение, но и всю картину в целом. Раньше даже просто находясь в городе, мой FPS болтался на отметке равной 40 кадрам. После установки этой модификации, он стал держаться в районе 50-60. Кстати, у него есть собственное меню настроек, в котором вы можете настроить нужный вам модуль и повысить тем самым FPS. Правда, после таких манипуляций графон может превратиться в кашу. Открывается эта менюшка при помощи сочетания клавиш Alt и P. Модификация все еще находится в разработке, и временами получает обновление. Так что вполне возможно, что скоро она станет еще лучше. Естественно, она работает не идеально, и на некоторых машинах могут быть вылиты различные баги. Если вы с чем-то таким столкнетесь, то рассказывайте об этом в обсуждениях на странице аддона. Не сказал бы, что модификация прям очень сильно поднимает FPS, но тем не менее, все-таки поднимает. Дальше у нас идет аддон под названием Precision Flight. Поскольку в Тирдаун я пришел из Гарри с мода, то и привычка жать на клавишу V, дабы перелететь через какой-то объект, перешла вместе со мной. Вообще, даже как-то немного странно, что здесь нет возможности наклипить. В подобных источниках, мне кажется, без этой функции просто невозможно жить. Каждый раз из-под всех завалов приходится убираться своими силами, уничтожая все оставшие на пути объекты. Как-то это не совсем удобно, временами очень сильно раздражает. Видимо, это раздражает не только меня, потому что в мастерской есть аддон, самонаболящий тот самый родной и всем полюбившийся на клип. Precision Flight позволяет активировать на клип и пролетать через все объекты точно так же, как и в Гарри с моде. Включается он на клавишу V. Теперь для того, чтобы попасть в какую-то закрытую комнату, вам не придется уничтожать стены. Достаточно просто включить режим на клип и спокойно туда залететь. Модификация реально очень полезная. И что самое главное, экономит время. Кстати, скорость полета можно регулировать. Для того, чтобы ускориться, нажмите и удержите клавишу Shift. Ну а для того, чтобы замедлиться, удерживайте Control. Третья модификация называется Easy Cleaner. По сути, это еще один мод, так или иначе затрагивающий количество кадров. В Тирдаоне акцент сделан прежде всего на разрушение. Но вот когда этими самыми разрушениями начинаешь заниматься, то сталкиваешься с очень неприятной штукой под названием обломки. Если уничтожить какой-то огромный объект, то обломков будет столько, что компьютер просто сойдет с ума. Они очень сильно нагружают ПК. А в геймплее играет не такую уж и важную роль. Дабы лишний раз не нагружать свои пекарни ненужными обломками, советую скачать модификацию под названием Easy Cleaner. Она позволяет по нажатии одной лишь клавиши очищать всю карту от обломков. Делается это при помощи клавиши L. Но на этом еще не все. Помимо возможности избавляться от осколков, она также позволяет удалять ей огонь. Избавить от него можно клавишу K. Мод очень полезный. Благодаря ему не придется каждый раз рестартить карту из-за внезапно упавших кадров. Достаточно просто нажать одну клавишу и проблема сразу же решится. Если конечно ваши проблемы связаны с огромным количеством мусора на карте. Дальше у нас идет инструмент под названием Fizz Gun. Да, вам не послышалось. Перед нами не что иное, как физическая пушка из Гаррис Мода. Вообще, конечно, изначально она должна была быть в Half-Life. Но поскольку от нее решили отказаться, то давайте будем думать, что взята она из Гарриса. Объяснять, что это вообще такое и для чего она нужна, я думаю, не стоит. Так как все уже знакомы с Гаррис Модом все прекрасно знают. Она обладает всеми свойствами оригинального физгана. Вы можете не только перетаскивать, но еще замораживать, вращать, приближать и бросать нужного объекта. Хоть в Тердаоне нет возможности строить, заниматься стендбилдингом, позингом, но тем не менее пушка все равно не будет лишней и пригодится для каких-нибудь экспериментов и разрушений. Все ограничивается лишь вашей фантазией. Спектр ее применения практически безграничен. Вообще, конечно, приятно видеть знакомые в каком-то смысле даже родные инструменты. За 4000 часов в Гаррис Моде я к ним очень сильно привык и уже даже не представляю, как без них вообще можно играть. Пятая модификация называется Gmod Ask Tool Menu. Эта модификация добавляет в менюшку инструментов из Гаррис Мода. Не знаю, почему, но большинство полезных аддонов так или иначе упрощающих жизнь взяты из Гаррис Мода. Видимо, он настолько понятный, доступный и универсальный, что модмейкеры решили перенести все его функции в Тердаун. На самом деле, в этом нет ничего плохого. Наоборот, так даже удобней. Теперь, нажав клавишу Q, перед вами откроется менюшка, в которой можно убирать оружие, инструменты и даже настраивать различные параметры. Такие, как бесконечные патроны, бессмертие, увлечение скорости и все в этом духе. Также аддон добавляет и замедление времени. Активируется оно на клавишу T. Кстати, силу замедления можно настраивать во все том же меню. Уж не знаю, правда, это или нет, но некоторые люди писали, что после установки этой менюшки у них подслетали все оружейные аддоны. Лично же у меня все работает нормально, никакие пушки не слетели. В мастерской есть и другие менюшки. Но, как мне кажется, это в плане функционала изуала куда круче всех остальных. Аддон полезный и в хозяйстве пригодится. Следующий аддон называется Welding Tool. В самом начале видоса я сказал, что сегодня будем рассмотреть полезные аддоны и инструменты. Но вот мы добрались уже до шестой строчки, а из инструментов у нас пока что только один физган. Дабы ему не было одиноко, представляю ваше внимание инструмент для сварки. Welding Tool позволяет прикреплять друг к другу различные объекты, будь то машина, деревянный ящик или вообще часть дома. Поскольку мы находимся в песочнице, то и подобные инструменты тут точно не будут лишними. Работает все это дело очень просто. Вы берете данный инструмент в руки, ставите два объекта рядом друг с другом и привариваете, нажав на место их соприкосновения. В принципе, ставить их рядом не обязательно. Достаточно включить режим телепортирующей сварки на клавишу X и просто кликнуть на нужные вам объекты. Для того, чтобы отцепить приваренные вещи, подойдите и нажмите на них правой кнопкой мыши. Инструмент можно использовать в совершенно различных целях. Он подойдет как для строительства, так и просто для создания какой-нибудь фановой чепухи. Тут опять же все ограничивается льшу вашей смекалкой. Седьмая модификация называется Attachable Wheels. Благодаря этому аддону вы можете создавать свои собственные транспортные средства. Attachable Wheels позволяет прикреплять юзабельные колеса к любым объектам и поверхностям. Не сказал бы, что с помощью этого инструмента может создать полноценный автомобиль. Но как минимум какую-нибудь тележку создать вполне себе можно. Для того, чтобы прикрепить колесо, возьмите этот инструмент в руки и кликните левой кнопкой мыши, на нужном объект или поверхность. В нашем распоряжении три колеса. Маленькое, среднее и большое. Выбираются они на клавишу R. Для того, чтобы они поехали, нажмите клавишу M. Причем при желании вы можете изменить ее через меню настроек. Попасть в это меню можно через русскую клавишу U. Кстати, в это меню можно изменить и скорость. Также вы можете изменить направление колес. Делается это с помощью правой кнопки мыши. Если вы хотите удалить все установленные вами колеса, то нажмите клавишу T. Если же только одно, то удерживайте PKM. Если использовать этот мод в связке с предыдущим, то возможно у вас получится что-то мега эпичное. Ну а так в целом инструмент прикольный и точно не будет лишним. Дальше идет инструмент под названием Landscape Tool. Обычным игрокам, заходящим в Тередаун ради того, чтобы что-нибудь уничтожить, этот инструмент скорее всего не понравится. А вот людям, любящим строить, эта штука зайдет на ура. Landscape Tool способен создавать новые блоки. Только вот выбирайте материал, из которых они будут состоять. Вы, к сожалению, не сможете, потому что выбираете он автоматически. И напрямую зависит от поверхности, на которой эти блоки будете строить. Например, если вы кликните на кирпич, то создадите несколько блоков кирпича. Если кликните на землю, то создадите блоки из земли. Кстати, инструмент имеет парочку настроек. Если нажать Ctrl и клавишу C, то вы измените размер создаваемых блоков. Если нажать Ctrl и клавишу X, то изменится стиль. Удалить ненужные блоки можно правой кнопкой мыши. Ну или можно просто их разрушить. Если, конечно, позволяет материал. Не знаю почему, но у инструмента нет возможности удалить сразу все установленные блоки. Так что, если вы решите удалить все постройки, то вам придется избавляться от каждого блока по отдельности, либо попытаться их уничтожить. Ну или вообще перезагрузить карту. Инструмент прикольный, но какой-то недоработанный. Следующий инструмент называется гравитайзер. Как вы, наверное, уже поняли по названию, связан этот инструмент с гравитацией. И нет, он не меняет гравитацию на всей карте. Да и, честно говоря, не представляю, как бы все это выглядело. Гравитайзер может менять гравитацию лишь у объектов, попавших в зону его действия. Выглядит все это следующим образом. Вы достаете этот инструмент, хватаете нужным объектом левой кнопкой мыши, направляете камеру в ту сторону, в которую хотите изменить гравитацию и отпускаете левую кнопку мыши. Инструмент можно настраивать. Вы можете изменить радиус захвата, его силу и тип. Также вы можете выбрать, в какой момент будет меняться гравитация сразу же после захвата, либо же после того, как вы отпустили левую кнопку мыши. Выбирать эти параметры можно с помощью зажатого шифта и цифр. Меняются уже они с помощью колесика мыши. На самом деле гравитация можно изменить и на всей карте. Для этого вы просто увеличите зону действия инструмента до максимума, только предупреждая сразу. Если вы это сделаете, то от тирда он скорее всего зависнет, так как ваш компьютер не сможет просчитать такое количество ломающихся и улетающих объектов. На 10-й строчке у нас распоряжался Portal Gun. Я очень долго думал уместно ли будет данное приспособление в сегодняшнем видео, но когда увидел на что оно способное, то все сомнения сразу же развеялись. Как вы наверное уже поняли, перед нами не что иное, как портальная пушка из игры Portal. Эта пушка настолько популярна, что имеется уже во всех мастерских. Естественно, она не обошла стороной и тирдаун, причем здесь она работает как мне кажется куда лучше. Поначалу я подумал, что у нее будет ограниченная зона действия, но как оказалось никаких ограничений у нее нет. Вы можете ставить порталы хоть по краям карты, причем размеры карты не важны. Даже если это какой-то гигантский город, то они все равно будут работать. Ставьте эти порталы на левой и правой кнопки мыши. Для того, чтобы их удалить нажмите клавишу R. Также у пушки имеется возможность хватать рядом стоящие объекты. Делается это при помощи клавиши E. Вы не поверите, но порталы работают со всякими объектами. Главное, чтобы они были небольшими. Пушку можно юзать как чисто для развлечения, так и во время каких-нибудь миссий. А на этом сегодня все. Обязательно напишите в комментариях какой задонов вам понравился. Рассказывайте о других найденных моих полезных модификациях, а также делитесь этим видео с своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Телеграме, залетайте на наш сервак в Дискорде, а также смотрите другие мои видео. А с вами был я, Блок Рейнбол. Хорошего вам настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.